здрасте здравствуйте здрасте как ваш сегодня настроение сегодня немножко подпорчены но со вчерашнего дня какие-то новости печальный ну вы же знаете скорее всего белгород а про белгорода просто сейчас от новости ошарашили говорят ну как ошарашили просто новостная сводка а плановали что навальный умер ну да слышал дочитал и думаю сейчас будет большой инфоповод будет разгоняться сейчас сейчас он уже начали из него делать мучеников ну просто как-то это все да странно выглядит все таки страна у нас конечно большая но как бы ему не помогли умереть плане того что все-таки нас выбор впереди есть у нас все таки если говорить вот положа руку на сердце то есть в любой ситуации к это же не мы с вами придумали фразу в случае чего ищи тому кому это выгодно давайте послана конечно зададимся вопросом выгодно ли его смерть сейчас ввп конечно нет я проект абсолютно вообще это это трэш потому что это неправильно все и ощущение сложилось что человеку помогли уйти но помогли именно и мы прекрасно понимаем кому это выгодно вот и все просто когда что-то случается вы правильно сказали да надо анализировать смотреть на ситуацию как бы здравым взглядом и все сопоставлять поэтому человеку дан мозг вот у вас книги сзади стоят побольше бы люди читали бы книги были бы поумнее сейчас российское общество меняется сильно особенно это заметно издалека откровенно говоря вам может быть это не видно вы не на стриме нет я не на стриме да я с вами согласен меняется просто очень быстро все меняется раньше такого не было мне кажется как будто же время ускорилась но это связи наверное с тем что так сейчас информация быстро разлетается поэтому так кажется есть живой пример как вас зовут кстати давайте познакомьтесь павел очень приятно разговор идет о том что да сейчас технологии да сейчас информация разлетается это это не сарафанное радио которую к тому или это нет ни бабка мне одна бабка мне рассказала это тоже не канает тут сейчас любая информация проверяется в течение очень короткого времени и любая информация она доходит и ну скажем так 6 60 70 процентов информации правдивый доходит достаточно быстро а а если ты умеешь складывать пазлы и ищешь информацию с разных источников то ты получишь уже около 98 95 процентов правдивой информации то что произошло с навальным это чп это чп в стане путина это не это потому что абсолютно не нужно путину и это эта система уже разгоняется принесли принесли сакральную жертву и эту жертву теперь будут делать мучеником и чуть ли не каниками чуть ли не канени канонизировать его к этому придет сейчас то чтобы то что так уже уже там один человек очень правильная вещь сказал он год на неделю можно отключать говорит телеграммы не смотреть паблики вообще говорит это будет разгоняться и разгоняться и разгоняться я когда только узнал об этом только тоже тут же у себя тоже на канале написал пост вот сейчас либерда такой хайвай поднимет что мама не горюй мало не покажется то что было с немцовым этом цветочки очень вовремя он умер для там что было да ну просто так ничего не бывает на просто так не бывает вроде образ жизни у него был такой как бы не завсегда ты он был там всяких влачных заведений с едой вроде не борщил так по телозложению не скажешь может какие-то конечно проблемы со здоровьем любом случае были от нервов там от всего от этого понимаешь павел здесь же тоже есть у нас в узбекистане есть такое выражение то же самое что и в россии тоже подобные у нас говорят пиша на данном а из гамуса то есть то что отпущено богом да что предначертано богом я например знаю что я не днем больше но и не днем меньше отпущенного мне не проживу философский отношусь к этому человек идет у него абсолютно здоровый человек просто красавец там атлет подошел пошел в зал железками покидать поднял штангу и тут прям под штангой умер тромб моментальность моментальная смерть и такое могло случиться и с навальным каким он не был там какой бы здоровый образ жизни не вел мы живем в условиях сейчас мы живем в очень агрессивной среде сама природа благодаря нам самим стало агрессивно чем мы дышим что вы едим что мы пьем это все потихоньку потихоньку это накапливается и вот в конечном итоге может и привести вот к таким летальным к летальному исходу ну вот но странная ситуация очень очень вовремя для для них согласитесь теперь ситуации надо разбираться конечно если все это было допущено я про это разговор начал то что вроде у нас спецслужбы такая но большая страна за всем не следишь конечно это же можно что хочешь было сделать там как-то это все могло длиться там месяцами могло отравление как-то организм происходить кто-то мог что-то в еду подсыпать там за этим всем уследить это очень тяжело конечно нереально нереально даже я бы сказал во всей стране не ну просто он находил находился в сизо это когда человек там предположим посидит под домашним арестом вот его да действительно нереально проследить у него какие-то там доставки как-то его кормят в сизо то есть вот здесь вопросы есть вопросы да по белгурду вот вы упомянули вначале тоже ситуация какая вчера смотрел я одного стримера здесь на рулет тв попался ему блогер украинский вроде парень такой знаете ну за 30 уже точно ему наверно видно что вроде как образованный речь грамотная поставленная вот и знаете какую то есть ситуацию я увидел то что даже такие люди они просто не могут адекватно расценивать ситуацию то есть вещи на вещи смотреть то есть у них повестка естественно там настроены против нас там все это понятно но человек такие вещи говорит на полном серьезе в это сам верит то есть у него по любой ситуации они просто разбирали там допустим ситуацию с белгорода мы начали разбирать ракетам какая ракета была там то он свои доводы наш блогер свои там доводы показывает ему снимки там он говорит нет это все не то сами себя в концовке у него гипотеза такая была что мы сами себя обстреляли здесь с тем что корабль до этого какой-то наш там потопился успешно у них была какая-то там диверсия они потопили наш корабль и якобы чтобы закрыть свои действия на украине то что сейчас мы будем бомбить то есть получается мстить за этот корабль мы сами себя обстреляли белгороди чтобы у нас было как бы как сказать так как объяснить прикрытие отвлечение от этого как бы что месть не за корабль а что месть идет вот уже за белгорода за мирных жителей якобы и то есть дальше человеку получается там вопросы начали задавать по другим ситуациям там и до одессы дошло у них за разговор за когда людей там пожгли у него на все своя позиции то есть такая позиция то что виноват в любом случае одна страна вот виноват только так люди сами сгорели там сами в окна выпрыгивали сами короче виноваты и сами их их же соплеме то есть не соплеменники а их же как это их соратники подбегали их добивали битами тоже сами мы же это все видели когда ему видео начали говорить что даже видео есть на ю тубе до сих пор еще есть видео где людей бьют битами там да и закидывают это коктейлями все это здание сначала сержант что они сами там коктейлями начали кидать из здания кидать на улицу как этот нарратив я уже слышал не раз были вот в чем дело сейчас павел мы можем с вами спокойно разговаривать открыто даже без цензуры потому что я не на стриме не на стриме ну то что молодежь как как вот предположим там 30 35 лет не говорит вот такими этими фразами этими лозунгами для меня это понятно более-менее но мне непонятно когда я встречаю своих однако то есть своих средств колени старшее поколение моего возраста там на год младше меня или даже на два года старше меньше часть жизни или половина жизни они прожили в одном государстве с нами да да не было когда они несут чушь у меня это на голову не налазит и у меня манера ведения беседы с ними одна одинаковая выработал эту манеру хотя меня многие многие часто ругают бабай что ты там гривы машешь что-то с ними соглашаешься я говорю ребят досмотрите ролик до конца я слушаю я потихоньку так вот по капельке подливаю масло в огонь их красноречие и они так раскрываются они такую байду несут и уже под конец я им говорю ребятку теперь смотрите кому вы все это рассказывали я определяю свою позицию говорю ребят я пророссийские абсолютно я себя 30 сколько 30 с лишним нет лет после развала союза я себя никогда не отделял от от ссср и от россии они отделились не только от россии и от от ссср они от здравого смысла освободились вот с чем они от мозгов избавились они там мозги заменили блин какими-то хотелками которые блин ну они просто смешные иногда павел одни с кружевные труселя чего стоят они бьют себя в грудь и пятками кричат мы свободный свободный человек никогда не будет себя бить в грудь и кричать я свободен от чего ты свободен что ты там делаешь вот поговорив с такими вот персонажами я для себя сделал один вывод их нет конечно это никогда себе не позволит россии россия уничтожать людей как кем бы он не был но изолировать но изолировать их надо и причем изолировать их надо в лечебнице всех и психиатрические строжайшего режима не то что с решетками на окнах чтобы помещение было без окон вообще из колючих это просто процесс долгий это долгий что в будущем все равно родятся новые люди то есть новое поколение какая идеология будет на этом на этой территории как все это будет контролироваться то есть как это будет насаждаться сами понимаете если он же будет так продолжаться будет только еще хуже я встречаюсь в рулетке в той рулетке с детьми вот представьте себе сидит сидит ребенок блин пяти-шести лет рядом сидит отец я говорю чем занимаетесь расскажи папе чем ты хочешь заниматься и вот этот вот клоп выдает фразу говорит я мечтаю вырасти и резать рук русню это это что из этого ребенка вы вырастет если в эти года уже ему закладывают вот это это трындец это страшно на ребят которые молодые были вот на майдане получается там по 15 лет по 16 им даже было по 18 даже пускай да они все выросли к этому времени сейчас и из них составили вот этот костяк вот этой армии получается вот этих вот как это назвать у них там даже не армия близко не назвал от армии дикой дивизии махновщина абсолютным вот вчера мне еще попадался человек вот он значит получается тоже где-то вашего наверно возраста но старшего поколения за 50 уже там любом случае наверно к 60 ближе вот он получается значит запад не западная ближе к румынии вот с той территории черновцы и то есть он прям честно говорит у меня говорит бабка была горит в этом состояла как у них там это было называлось упа упа до упа упа было до 54 года что все длилось все это искали там по лесам по полям по горам все это истреблялась же все это убиралась охота же велась за ними все равно там как бы война была война тоже кончился супа ты еще воевали до 54 год примерно там вот и значит он говорит понимаете потом пришел советский союз все говорит там вот мы выросли он к чему речь то вел то есть его словах тоже есть долю правды как бы а кровь то все равно она вот корни все равно те остались и потом говорит развал все это говорит вылезла опять вот это бандеры вот это все то что в правом сидит он в открыто это говорит понимаете вот такую позицию как бы можно понять принять когда человек открыто об этом говорит он но не говорит что все вот белое и черное он так не говорит то есть как бы у вас здравомыслящий человек видно по нему но он любом случае поддерживать то есть свои как бы корни показывает то что вот людей таких очень много поэтому все вот это так и выросло и все это как стимулировалось то есть специально и все вот это пошло поехал то есть редкий случай когда человек с той территории об этом может так вот прямо сказать до крайне решка хотя этот второй президент у них кто был так у них первый был кучма до 2 был кравчук по моему сразу кучма потом крафтюк так вот крафтюк же про себя рост на бар или наоборот кто ты 2 1 крафтюк ну вот или кучма значит рассказывал что он бегал носил пожрать схроны этим лесным братьям это крафтюк был значит первый потом был кучма потом уже было значит вот и вот и отсюда делайте выводы когда в пятьдесят третьем году их всех амнистировали по пошли они куда они пошли они во власть пошли и они многие кто достиг таких вершин что мама не горюй и это идеология когда мне говорят что это началось в 14 нет 91 тоже нет а когда я говорю я даже точно не могу сказать но просто когда я служил 76 78 года я это видел в армии я так получилось что я служил служил на дальнем востоке и у нас мои мои одногодки были пять западенцев и четыре человека с донбасса это же были это же были не при это были не при они между собой они это это что-то с чем-то и в то же время они вот эти западенцы я там не не раз рассказывал на стримах с вами они меня там взяли под опеку я был один человек с узбекистану они меня как каждую неделю там прям по расписанию давали мне люлей в пятером воспитывали они меня я так парнишка то был тоже не не робкого десятка вырос в интересном районе в ташкенте я выходил из больнички и по одному их вылавливал и и долбил укладывал тоже в больничку и вот так два варианта да либо ты издаешь дачи либо тебя просто бьют и все ну вот и однажды у меня случилось так что я положил одновременно двоих и причем положил хорошо положил на больничку надолго одному челюсть сломал другому нос в общем так хорошо занимался просто спортом они думали что один в пятером мы его сдюжим ну чувствую что вот они выписываются я чувствую сейчас мне прилетит открутил дужку от этой двух яростной кровати болтик смазал чтобы хорошо снималась сейчас ночи подходят идем ладно эту дужку снимаю так я говорю может быть вы меня сейчас убьете но я вам даю гарантию сто процентов что два человека как минимум я с собой прихвачу они со мной начали разговаривать чуть ли не на вы и по и не по его именю отчеству старослужащие с черпаком то есть я закончил учебку приехал я был молодым я понимаю переобулись на лету у них это у них это в крови они проститутки я извиняюсь у меня других я знаю да вот мне отец то же самое рассказывал но он служил получается 80 и 82 год он служил он служил в улан-удэ тоже у них были чеченцы горит и были тоже хохлы короче тоже интересно было то он рассказывал тоже поговорка же не зря вот это вот есть хохол без лычки как там что-то лучше я это бы есть такой будет лучше говорит я при безлычки не знаю услышал такое лучше говорит иметь дочь проститутку чем сына ефрейтор и вот они выслуживались там обязательно был у них ефрейтор что это это не годится у нас там старший заработал один не старшего сержанта была широкая одна полоса старшина этого вдоль погода вот лента он заработал этот был как раз филипенко никогда не забуду его филипенко вот западенец был как он как он стучал ох какой дятел он был я до сих пор вспоминаю если в те времена уж так было вот так это началось до сих до того еще это я думаю что вот именно с этой амнистии то что отпустили этих ну да 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 ну хрущ хрущев никита сергеевич он же тоже тоже хохол ну да да ошибки тоже были конечно там чушь говорить управление в этой всей ситуации сколько было сделано она уже как может то время то она не думал что так это аукнется аукнулась еще как аукнулась вот с какого хера крым взяли отдали он даринскую с каком перепугу но это опять же как решалось это же это же он он это все внес и парла это как и называется съезд поддержал не ну там нет не съела там не съезд решал там ли решала политбюро это это кстати вопрос не был по моему на съезде вы не вынесено просто попасть нет нет не было политбюро это в кадр в которые входили как их там называли генсеки компартий всех республик а все понял вот эти вот портреты то мы все носили всех наших генсеков секретарь цк каждой республики у каждой республики был свой и вот это вот это было политбюро которые принимали вот эти решения в это политбюро а съезд это когда вот приезжают там передвиги ки производству лозунги блин аплодисменты ну вот решили взяли это была грубейшая ошибка блин я даже не знаю как ее назвали которая вот она она аукнулась аукнулась да я просто с детства вот помню вот я 82 года рождения я буду даже маленьким помню даже вот 7-8 лет уже я это помню что какие недоумения были просто в крым поедли раньше все же в крым есть ничего там говорить и там прекрасно же было вообще замечательно как все ездили в крым и все недоумевали то есть почему так и то есть я с детства вот это вот помню вот серьезные это с детства помню кто бы не ездил все говорили вот там сейчас вот так так и так вот а почему такая ситуация произошла и ну там теперь вот так вот да а сейчас с ними встречаешься водка с крыма началась я говорю да ладно говорю прекратите я говорю даже спорить на эту тему не буду говорю о год почему и вы не хотите об этом говорите груду потому что во все услышания в мировых сми даже дуда признал он сказал это его слова что это поляк поляк который он же сказал в интервью то есть он он готовит про плацдарм для себя то есть он уже хочет там он там они да они тоже да 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 они же он говорит о чем его и влечку это крым всегда был исконно российской территории а где нет этого не было как не было интернет тебе в помощь это буду буба дуда дуда озвучил и это было во всех мировых сми о чем ты говоришь ох как их ломать начинает ох как их начинает ломать они просто у них подрывают пуканы только от этого все таки да я вот говорю накладывается вот общего это все равно вот с нашими людьми общаешься тоже бывает попадает сюда кто-то выпьешь то чё ересь несут там понятно какие-то кто-то кто-то просто человек такой вот он говняшка какашка просто ну павел давай вот положу руку на сердце скажем в любом государстве есть вот такие укушенные есть они не узбекистане есть их они есть и в россии они они везде есть злых людей больше к сожалению злых озлобленных не очень хорошо как бы умственно которые хотят но этого это это вот реалии жизни в котором злым проще жить вот честно мне кажется так злым озлобленным проще жить это это душе как вот люди так живут я не понимаю вот эту ситуацию я тоже не очень там какой добрый там может или что-то но если я вижу что допустим происходит там есть но черные белые если происходит черный я всегда назову черным они выборы что это белое все то есть такая вещь любом случае каждый человек я считаю должен за собой следить должен все и отталкиваться прежде всего от себя от своих поступков тут 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 с тобой абсолютно согласен ничего что на ты перешел потому что тем более вы меня старше вообще без проблем мне уже можно сказать далеко за 60 76 78 года 66 мы живем в этих реалиях или просто надо то что ты говоришь что же злым жить легче нет не легче ты представь себе вот так вот вот в это в этом в этой желчи в своей злости быть постоянно да ну да ладно это вижу просто каждый день это вижу я в магазин иду на машине еду по дороге я это вижу как люди себя ведут вокруг просто такое ощущение складывается что все какие-то злые у всех проблем у всех не знаю что это все выплескивается наружу посмотрите все происходит это же тоже не вот сейчас взялось все особенно вашего возраста люди колени говорят что раньше был по-другому я помню свое детство было добрее было по-другому все опять же это не вот за один день живут союз у нас развалился что у нас хорошо стало пошла у нас кока-кола западные вот это все насаждение мозги никому не запудрила что ли тоже полно запудрил на украину кивать вокруг себя достаточно посмотреть тоже нападал так что ну ничего будем жить что будем будем я всегда вспоминаю я я я я вспоминаю слова раневская это все-таки у нее некоторые высказывали просто мудрейшие были а это же ее слова говорит пласть плохих хороших людей умных людей на свете все равно больше но дураки так грамотно расставлены что мы постоянно на них натыкаемся хорошее выражение я я все-таки я оптимист я считаю что хороших людей больше это во первых я очень надеюсь что и я делаю со своей стороны я не знаю если вы знакомы с моим каналом с моим творчеством я я могу делать в своем возрасте я я делал для того чтобы молодежь слушал его и училась научилась от от нашего в старшего поколения вспомнили как мы раньше общались именно вот то то что ты вспоминаешь то 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 уважительное отношение друг другу вот-вот находится ряд вокруг в твоем вот кругозоре грубо говоря просто как вот это все было было это же было совершенно по-другому и понимаешь чем дело я вспоминаю время когда не было такого мы не спрашивали при знакомстве да какой даже вот и уже познакомились совершенно случайно мог мог всплыть вопрос случайно никогда мы не спрашивали кто ты по национальности никогда не было такого я просто учился получилось так что я образование получал мне тоже вот тоже написал кто-то того мне какой-то блин ты ты дергает запомни тебе образование дала не ссср а узбекской сср запомни это было три 15 разные совершенно разных республик запомни это говорит и папа побольше читай поменьше смотри телевизор я ответил так это ты говорю запомни я получил образование и и улбекистане и реверсов сср я два института заканчивал у меня на паспорте на моем было четыре буквы ссср они пять букв ссср вот кто из нас вот тот молодежь вот такие начинают говорить и доказывают что мы разные забывая в то о том что мы в первую очередь люди а человек это бы есть 11 монах сказал очень интересную вещь и мне это рассказал мой взять он серб вот его тот его наставник ему сказал очень легко назваться человеком просто сказать я человек но сколько усилий и труда надо приложить для того чтобы оставаться человеком а то что это разные вещи от того что ты назвался блин королем ты королем не станешь до того что если даже воображаем и хотя бы да и следи над тобой следи над своими словами научить забыли разучились задавать вопросы себе разбираться в ситуации пошагово просто с какого где-то услышали что-то и все ура вперед ну вот получилось замена просто замена вот в мировоззрении я не знаю как просто вот человеческое людское оно ушло на задний план как бы вышло материальное какое-то наслаждение того что у тебя есть больше чем у твоего соседа грубо говоря что он там шестерки ездит а ты на мерседесе и ты уже с ним здороваться перестаешь понимаешь и ты как будто думаешь что он тебе уже что-то обязан что он на твое место встал во дворе что его дети громко кричат что его жена как там уже плохо разговаривает с твоей женой там ну такие вещи просто элементарные и все это вот насаждается насаждается это все легко почерпнуть просто вокруг себя посмотреть достаточно этого будет просто так остановиться чуть-чуть посмотреть подумать что происходит начинать на росли для того чтобы ты если ты хочешь что-то чтобы что-то изменилось вокруг тебя начни себя просто павел спасибо за беседу я с я своего разрешения эту беседу выложу мы ничего такого не говорили нет абсолютно нет ни одного матерного слова не было ни с вашей стороны не с моей стороны я поэтому и спрашиваю вас разрешения без разрешения это не делаю замечательный замечательный хороший был диалог хороший спасибо победа по любому будет за нами давайте всего доброго согласен с вами все мирного неба